Нижегородцы взяли сразу с места в карьер. Первая атака хозяев привела к захвату ворот Сергея Писейкова. А послал мяч Осипенко, пытавшийся перехватить прострел Козлова на Горбунова. С автогола началась эта встреча, и Юрий Семин, конечно, был совсем не в восторге. В дальнейшем нижний смотрелся активнее, но опасных моментов не возникало. В итоге Ростов долгое время, игравший очень скромно, на 36-й минуте взорвался. Хошимота нанес дальний удар, и мяч рикошетом от защитника влетел в сетку 1-1. В следующие 53 минуты не возникало сомнений, что счет на табло останется неизменным. Волжане в самом начале второго тайма имели шанс забиться штрафного, но Калинский выстрелил мимо цели. А затем игра словно остановилась. Ничья, пожалуй, действительно была бы справедливым ее исходом. Однако на 89-й минуте хозяева вновь ошиблись вблизи своей штрафной, и Ростов их за это наказал. Сухомлинов пробил с линии площади, снаряд попал в Масоэру, а от него отскочил в ворота 2-1. К сожалению, нижегородские футболисты не смогли сделать подарок своим поклонникам и всем жителям города на 800-летие столицы Приволжья. Молодцы то, что как раз после гола инициативу взяли свои руки за счет мяча контроля, поэтому мы отыгрались. В целом игра равная совершенно. Не так уже и много было моментов с одной и с другой стороны, но мы свои использовали. Следующий тур подопечные Юрия Семина проведут 27 августа. В этот день сразимся в Екатеринбурге с Уралом. Трансляцию этого матча вы сможете увидеть на нашем телеканале «Начало 18.30». Роман Саганов, Дон-24, Нижний Новгород.